Аминь. Истворение свидетеля Анны Златоустка Из бесед на книгу Бытие Для чего ты ищешь похвалы от людей? Разве не знаешь, что эта похвала так же, как тень или что-либо еще более ничтожное, разливается по воздуху и исчезает? Притом и люди так непостоянны и изменчивы. Одни и те же, одного и того же человека сегодня хвалят, а завтра порицают. С божественным судом этого никогда не может быть. Не будем же безрассудны, не станем напрасно и в суе обманывать сами себя. Если мы делаем что-либо доброе, но делаем это не для того только, чтобы исполнить заповедь нашего Господа и быть известными Ему одному, то мы напрасно трудимся, лишая сами себя плода от этого доброго дела. Делающий что-либо доброе для получения славы от людей, получит ли ее или нет, а часто бывает, что при всех усилиях не может получить ее, так получит ли или нет, пользуется уже здесь достаточную наградою. А там не получит никакого воздаяния за это дело. Почему? Потому что сам наперед лишил себя награды от судьи, оказав предпочтение настоящему предбудущим, славе человеческое пред приговором праведного судьи. Напротив, если мы делаем что-либо духовное для того, собственно, чтобы только угодить тому неусыпающему оку, пред которым все обнажено и открыто, тогда и сокровище у нас остается неприкосновенно, и будущая награда несомненно. И доброе ожидание этого само по себе уже доставляет нам великое утешение. И кроме того, что эта награда соблюдается нам в безопасном хранилище, может явиться вместе с тем и слава человеческая. Ведь тогда мы и пользуемся ею в большей мере, когда пренебрегаем ею, когда не ищем ее, когда не гоняемся за ней. И что дивишься, что так бывает у ведущих духовную жизнь, когда очень многие из миролюбцев более всего гнушаются, презирают тех, кто домогает со славой от людей. Найдешь даже, что над такими людьми все издеваются за их тщеславие. Что же будет жалче нас, если мы, посвящая себя духовной жизни, станем подобны этим людям, домогаться славой от людей и не довольствоваться похвалою от Бога. Так и Павел говорит, его похвала не от человеков, но от Бога. Кремленам 2.29. Не видишь ли, возлюбленный, как и на конских христалищах, погоняющих коней, не обращают внимания на то, что весь сидящий тут народ рассыпает бездну похвал и не чувствует удовольствия от этих похвал, но смотрят на одного только царя, сидящего посреди, и, внимая его мановению, презирает всю толпу, и тогда только величаются, когда он возложит на них венки. Им-то подражая, и ты не дорожи людской славою, и не ради ее твори, добродетель, но ожидай приговора от праведного судьи, и, внимая его мановению, так устрояй всю свою жизнь, чтобы тебе и здесь постоянно питать добрые надежды, и там наслаждаться вечными благами, которые дополучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Том 4, страница 38-39.